Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 445. Событие дня. Второе послание Коринфянам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. За 1 февраля марта. За 1 марта 2017 года. И вот дальше объявление. Просто прочитайте. Я буду продергивать, а вы прочитайте. Пока еще не поздно. Еще молятся. Затормозите. Прочитал, дальше иди. Нам считать уже несколько раз считали мы. Дальше. Наталья Чея пишет. Игнатий Тихонович, спасибо вам за ролики ваши. Вы как чистый источник, у которого хочется постоять и напиться. Здоровья вам. Заметила, что вы кашляете, подышите над картошкой или просто над кипяточком. Прогрейтесь. И вот интересно. Я оставил это. Зарядите себе в нашем видеоканале. Да или мы не видим, может так. Вот так. Вот эти слова по-русски. И выйдите это. И просчитайте. Там внизу комментарии, которые я поставил. Просчитайте. Они многое-многое дадут. Я выставил все комментарии, отзывы. Дальше. Самый полный материал на все посты на все дни года. Вот о святых постах. Вот заметьте, где написано. Вот Кристина Православия, эта книга. Страница 120. Дальше. Юрий Соболев пишет. Мировым Игнатий Тихонович вчера в храме на чтении канона поймал себя на мысли, что духовный смысл, оформившийся слезным покаянием святителя Андрея Критского, в дивные строки православной поэзии, утекает, словно песок меж пальцев, мимо ушей практически всех стоящих и молящихся в храме. И причина одна. Язык. Батюшки, читая, запинается, исправляется. Так, дальше. Говорит это о том, что языка-то не знают ни батюшки, ни прихожане. От всего этого возникает ощущение какой-то чуждости и абсурдности от происходящего действия. А ведь как бы звучал и назидал канон на родном, нашем русском языке. И понятно пастве, и легко для чтения. Но, увы, здесь мы дадим стойку вперед старобрядцам, стойке преданности традиции. Ну, то есть я добивался как-то, как будто бы хвалит он старобрядцам. А он говорит, нет, что они твердо стоят и еще не понимают столбами. И еще, Игнатий Тихонович, хотелось бы услышать ваше мнение по этому событию. Дьякон Кураев, Лив Журнал, Ладжу. Вот здесь, да, святого. 17 февраля 2017 год в Конго, в городе, что это, Калвези, как патриарх Александрийский Феодор, совершил первую хиротонию женщины в Дьяконисы. Это некая старица Фиона. И ссылка на живой журнал. Ранена была катехизатором. Одновременно за той же литургией трех монахинь благословили катехизаторы. Ладикийский собор. Он меня спрашивает, как? Ладикийский собор. Вот здесь надо написать, пиши, Игла, двоеточие. Вот, то есть, знаешь, я говорю, то есть, как это, можно ли, женщина там, рукоположенная, а где они? Ну, вот я сейчас покажу даже. О, я тоже раз скинул, уже нету. Ну, это, видимо, тут уже и не найти. Ну-ка, где конец? Найди. На букву Д. Вот здесь вот. Где конец? Нету? Нету. Только там другое слово впереди. А? А вот здесь вот, может быть, нету, тоже нету. Ну, и куда же я его делал? Дальше, что здесь? Ну, через поисковик можно поискать. Да нет, картинку она не покажет. А картинка-то с названием? Под названием. Ну, так найдет. Ну, так она не найдет ее. Почему? Вот она, Африка. 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 Убрать надо, где конец написать надо. Как, как, подожди-ка. Африка на первом месте поставил. Неправильно заглавил. Где конец? Африка на первом месте. Где она? Вот она. Вот она. Тут и картинка есть даже. Мы сейчас ее увеличим и посмотрим. Посмотри. Вот он, патриарх стоит посередине. И, видимо, вот эта с книгой рядом. Мы вчера смотрели, что это у нее такое декольте. Платье такое длинное. Сережки там рассмотрели. Еще женщины стоят. Вот старая тоже, как крестом. Голова открытая, наполовину почти. Вот эти вот одеты как положено. Вот. Там тоже женщина стоит с чем-то. Какие-то у них чаши в руках. Что они тут, это нам непонятно. Ну, вот увидели. Вот я даже побольше открою. Как, что у нее это? Я думал, что у него до этого надето что-то. А ничего, говорят, это украшение. А остальное это тело, видать, ее. Волосы там, конечно. Это неправильно. Ну, что сказать. Не нам судить. Нас просили, мы отвечаем. Я говорю на это. Владикийский собор. Правило 44. Не подобает женщине в алтарь входить. Вот. А в другом месте мы считаем неоднократно о том, что учить жене не позволяя не властвовать над мужем. Жены ваши о старквах домолчат. Павел говорит. Вот при соблюдении этих условий пускай делают. А они в алтарь полезут обязательно. Никуда не делся дальше. Наталья Чернова. Игнатий Тихонович, спасибо вам за ролики ваши. Вы как чистый источник. Да, это она говорила, да. Да, только там была скрыта фамилия. Дальше. Расскажите, пожалуйста, как мирянин должен в пост вычитывать каноны? Это помимо утреннего и вечернего правила надо делать. Ирахиль. Сегодня читается третий номер, завтра четвертый, а потом? Я отвечаю. А вот в храме читается четыре дня подряд на первой неделе Великого Поста. И до пятой недели Поста, до среды. Канон Андрея Критского не читает. Ну, это то, что есть, то понятно. Показать свои ресурсы. Ресурсы это наши, где тут, показать. Эдуард Фишман, что он пишет сходу. Поэтому, если не так что-то, ну, прости господи, открою. Что он пишет? Он еще не пишет? Это еще он вознащает. Ну-ка. Здравствуйте, Игнат Тихонович, скажите, пожалуйста. Тихомирович. Чем отличается любопытство от интереса, который проявляет интерес? Как вы разведете эти понятия? Спасибо. А что за вопрос это? Чем отличается любопытство от интереса, который проявляет интерес? Не знаю, даже рассуждать не буду, ничего и нет. Это новый человек, я ему это скинул. Слишком заумно, мне не понять это. Не ко мне вопрос. Вот мой мир. Вот я сегодня выставил 8 роликов. 8. Видите, какие большие ролики. А тут кто-то из Священного Писания, Юра Шишков. Все это что-то выписывает, говорит, еще пока непонятно как. То, что было, все сюда перенесено. Второе, это у нас большой ресурс. Православный форум. 1600 тем. Вот так. Третье, это наш видеоканал. Открывать нельзя, что матерки, прямо такими матерками гонят. Ну, еще делать, сказать. Что бы ни увидели, какой бы ролик ни был, матерками гонят и все. Вот, и сегодня вот я выставил, видишь, как раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получилось так, вот эти ролики идут. Вот, сейчас. Сейчас, это почти уже два часа, два часа, три, четыре, с половиной часа прослушать надо, если за один день. Но у нас очень богатый материал. Поэтому, даже может еще и больше здесь будет. 75. Вот, вот уже сегодня я, который я выставил, самый большой, это таланты вне православия и вне Церкви Христовой. 111 за четыре часа. Ну, просто показать, как. Ну, и далее, это у нас большой, тяжеловесный, называя ресурс, православный библейский сайт во свете Библии. Самая ценная, это вот вопросы справа, на которые даются ответы. Мы о судах, сейчас папку суды разбираем. Как я суды, я много лет судиться приходилось, возвращая, что у меня было похищенное имущество. И что интересно, находятся священники, которые осуждают за это. А они сами что-то теряли, судили их? Нет! Как говорят, с кондачика судят. Он знать не знает даже, а втисаться надо в разговор. Вот теперь мы берем тему. Что? Вопрос 2729, 12 том, открытым оком. Говорят, что бедному в суде трудно. Сегодня нечем платить за назначаемые экспертизы. Ваше дело с коммунистом из-за этого зависло? Из-за этого зависло? Да. Именно так. Если кому-то на пользу будет, как из этой ситуации меня Господь вывел. Могу дать прочитать жалобу. В Алтайский краевой суд. Частная жалоба на определение судьи железнодорожного районного суда города Барнаула. 21 января 2005 года. Мною подано исковое заявление о защите чести и достоинства и деловой репутации. В связи с тем, что мне попала в руки книга Морозова. Полюшка Поля, которая распространяет Морозов лично. Морозов является автором названной книги и обладает авторскими правами на содержащиеся в названной книге статьи и повести. В указанной книге на страницах 242-250 содержится описание событий, которые не соответствуют действительности. Фактически не имели места и которые содержат сведения, порочащие мои честь и достоинство, и деловую репутацию, а также содержат сведения, носящие для меня оскорбительный характер. Определением суди Железнодорожного районного суда города Барнаула, Перелипченко, 21 января 2005 года по делу назначена лингвистическая экспертиза. Расходы по оплате, проведение которой суд возложил на меня. Полагаю, что определение о назначении лингвистической экспертизы от 21 января 2005 года в части возложения на меня расходов по оплате ее проведения является незаконным, несправедливым и подлежит отмене. По следующим основаниям, экспертиза назначена судом по собственной инициативе в соответствии с частью 2-96 КРФК в случае, если вызов и свидетелей. Назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда. Соответствующие расходы размещаются за счет средств федерального бюджета. Экспертиза назначена не по ходатайству истца, который возражал против проведения экспертизы. Я вообще говорил, не надо ее. В связи с тем, что в судебном заседании был допрошен Торшин, специалист в области литературы и русского языка, обладающий соответствующими познаниями и имеющий длительный опыт работы 16 лет директором школы 058. Член Академии, автор книг по синтаксису и лингвистике, поэт, давший письменное заключение о книге, и тем самым истец представил доказательства того, что сведения, указанные им в иском заявлении, носят для него порочащий характер. Экспертиза назначена судом для решения вопроса о том, вносят ли сведения, отспариваемые истцом, порочащие истца характер. И тем самым суд уже на указанной стадии процесса совершенно необоснованно поставил под сомнение одно из доказательств, представленных истцом. Ну и далее я покажу, какие на рассмотрении, просто считайте, кто хочет, посмотрите, что это написано было, как это так. Ты хоть главные буквы-то ухватываешь, что есть, почему отвернулся-то? Ну то только как встречается... Ну хотя маленько, будешь знать, о чем речь-то идет. Тогда нужно вложить туда интонацию. Представь, сколько приходилось документы доставать, законы. Тебе это все сгодится может. Ну вот, часть третья, я в этом запомнил, 79-я статья. Кровой суд. Дальше что? На основании изложено. Суд снял обязанность оплачивать экспертизу. Все. Тут никак. Дальше. Так, дальше. Пока еще не начата война, доколе враг рубеж не пересек. Суметь предотвратить осталась цель одна. Избыть войны начало, ей перекрыть исток. Советники военные смутились. Подсчеты делают запасов, тайников. Еще не поздно. И спросить бы милость. Мобилизовать мальчишек-стариков. Тропа войны кому-то, мать родная. Их даже медом в праздник не корми. Но дай разбойничать и властвовать над нами. Свободу нашу сжечь и схоронить. Убери руку от лица. На наши мирные уступки, предложения. На дани жертвенные и дары плюют. Свобода наша стала их мишенью. Мошенствует их предводитель плут. И выбора нам не оставил враг. Преследует, на пятки наступает. Приходится писание снова брать. Молитву выдавать. Нескудной пайкой. Потом загруженные вышли корабли. Составы под парами чудо-бдений. По порошинке ревность подмели. И жертвуем себя не только деньги. Еще мы дома. Светится наш храм. Священники руки к небу воздымают. И враг попятился от низцельных ран. Бежит, как полчища разбитого мамая. Наш милосердный Исущий Иегова. Вождь сирых вдов и искренних рабов. Прими молитвы всем врагам в погоню. И перед ними вырой страшный ров. Но мы не смерти просим окаянным. Отступникам, лжебратьям, рэкетирам. Им совесть пробуди. Их наглость скину в яму. Назад теперь ползут. И просят мира. 16.03. Дальше суд. Оплата экспертизы. Это мне вопросы задают люди. Это знают, следили за этим. И я отвечаю. Теперь снова. Видишь, какая папочка оказалась хорошая. Богатейший материал. За это деньги будут платить люди, когда будут знакомиться. Если не было никакой у вас встречи с коммунистом-идеологом, то с чего же он все это придумал о вас в книжке свои? Ну хотя бы что-то было поводом. Хотя бы что-то было поводом для писания? Да, что-то было поводом. Хоть что-то. Я отвечаю. Было. И не на пустом месте он писал свои мемуары. По всей вероятности, дело с описанием Морозовым в книге... Николай Ивановичем. ...Полюшка Поли на странице 242-250, выпущенной в 2003 году встречи, кавычках, с Лапкиным. По Теряевке обстоит так. В 1967 году, когда я, Лапкин Гнатий Тихонович, жил и работал в городе Искитиме Новосибирской области, ко мне на дом прислали приглашение на вечер выпускников школы прошлых выпусков в село Корщино Мамонтовского района. То есть я показываю, с чего он вдруг на меня взялся-то? Мой адрес школьники узнали от моей сестры Валентины, 1952 года рождения, живущей ныне в Новосибирске, 68, улице Керченской, 63. А тогда она жила в интернате в селе Корщино. Теперь она жит в Потеряевке. Я ответил им подробно о своей нынешней жизни и о том, какие произошли в моей жизни перемены. То есть они об этом в письме из Корщино прислали приглашение на выпускников. А интересно, когда я учился в Корщино, там было 7 классов. Но я перешел в 8-й, и там сделали 8-й класс. Я перешел в 9-й, в школе сделали 9-й. И поэтому я был в первом выпуске 10-го класса. И теперешне решили этот выпуск свой, выпускников найти и узнать. Как жизнь-то их сложилась-то? Ничего пока нету. Но этот корень, я знаю, откуда пошло это все. Дальше. Я рассказал, что обратился ко Христу, оставил учебу в мореходном училище и написал несколько стихотворений известных авторов. Авторов, может быть, авторов? Авторов. Это письмо с открытками попало в интернат, где учащиеся стали его переписывать от руки. Бдительное око заметило этот уклон. Отняли письмо, как писала мне сестра Валя, и отправили его в райком Мамотовского района КПСС. А там, конечно же, оно должно было получить раскрутку через секретаря по идеологии, каковым в то время являлся там Морозовник. Николай Иванович. Конечно же, меня он там не мог видеть, так как это было зимой, и он направил это письмо в Искитимский райком КПСС. А те спустили местное КГБ. То есть я в Искитиме, представь, как они... Я-то проследил все, исследовал. Моя жизнь-то на вашу не похожа. Мне спать не приходилось. Вы готовы к такой истории, и она вас не интересует. Это даже мне удивительно. Бог дал мне память. Дальше. Дальше. Я еще веду дневник более 40 лет, не пропустив ни одного дня. Вот откуда я это отлично помню. Меня вызвали на собеседование в здании военкомата. Такова была тогда установка. Чтобы не в здании КГБ происходили встречи. Причина была совершенно надуманная. Что-то спросить меня о прошлой моей работе в армии, где я работал инспектором зданий в ракетных частях Дальнего Востока. Беседа была и о письме, как бы между прочим. Но рядом с военкомом сидел человек штатский и внимательно слушал. Однажды уже весной, проходя по городскому мосту перехода в Искитиме, я услышал, как кто-то громко окликнул меня. Подошел сильно подвыпивший коридонастый человек и широко улыбаясь схватил меня за руку и долго тряс ее. Он буквально сиял. Я спросил его, кто же он. Он ответил, что капитан КГБ. И тогда в военкомате он сидел рядом с военкомом. И мне говорит этот коренастый человек. Молодец, здорово ты их припечатал. Ну держись, молодец. Он пьяный, трезвый, то бы не сказал этого. Дальше. Знакомый верующий Устинов АИ, улица Искитима. Александр Иванович, Володя, который живет, потеряв к его отец. Улица Искитимская, 7. Приговоренный еще при Сталине к расстрелу за веру во Христа. Но потом, получивший 25 лет гулага и еще 8 лет ссылки и поражения в правах, сказал, это очевидно к новым гонениям. Начав описывать свою ностальгию уже в 2003 году, Мороз, вероятно, нашел в своих записях это упоминание о нашей с ним встрече. В кавычках, встрече. И начал описывать, придумывая себе роль победителя мракобеса. Но не случайно, ни разу не указал на 8 страницах своих, кавычках, воспоминаний моего имени и отчества. Любой психолог скажет, что мое имя и отчество звучны и поэтичны. Звучны и поэтичны. Звучны. И потому он никак не пустил бы меня назвать. Но в записях у него не было указано. А разузнать поленился. И при том описание моего внешнего вида совершенно не соответствует действительности. Что я и доказал, принеся в суд 12 фотографий того времени. Морозов, как сочинитель, взял, кавычках, взял с собой в небывшую поездку своего спонсора-предпринимателя, решил его увековечить в споре с Лапкиным. Морозов никак не ожидал, что эта книжица-опус попадет мне в руки, потом его потяну за ложь в суд. Если бы Морозов Николай Иванович был хотя бы чуточку верующим, он бы встал в суде и попросил прощения, и отказался от написанной глупости. И мы бы вместе с ним тоже попросили бы у Бога прощения, чтобы Господь не покарал его за несусветную ложь в присутствии суда. Самый большой Ляпус, самую большую козу... Самую блеющую. А, самую блеющую козу подложил Морозову единственный свидетель. В кавычках свидетель. Валерий Иванович Гатценбиллер. Запротоколировано отныне и навсегда секретарем суда, что Морозов и его свидетель познакомились друг с другом только в 1971 году. А были потерявки, по их словам, то есть описанные в книге события, по их показаниям было примерно в 1975 году, когда Валерий Иванович стал директором Дома научной книги. То есть они заставили принести этого Гатценбиллера трудовую книжку, я настоял, и там написано. Я до этого спрашивал, а кем он был в это время? Директор научной книги. А там написано, он в 1975 году стал директором-то. Понимаешь, как на суде все выявляются там? В каком сане он был потерявки, как там написано. Дальше. Говорю о сплошной несостыковке их показаний, где меня видели. Где меня видели? Кто такая учительница? Престувствовал ли Валерий Иванович на той беседе? Сколько было учеников в классе? А их было всего в 12, в 3 классах. И потому и не могло быть рядов в классе. Вместо иконок, как стали на суде утверждать, были раздаваемы мной ученикам маленькие библии-молитвенники. Это в 1960 году то. Но самое главное в том, что в 1972 году в марте потерявка исчезла полностью. А школа прекратила свое существование в мае 1971 года. То есть мы в архив краевой пошли, все это записали, а он приезжал в 1975. Ну спрашивается, какая школа-то, когда уже 4 года нету? То есть до кавычках приезда Морозова потерявка за 3 года. В апреле 1968 года я уже переехал в Барнаул. Что подтверждает и моя трудовая книжка. И прописан на второй строительной 25.06.70. Событие, на котором нас доставят Мороза, было только в 1967 году. Так как 27.09.1966 у меня было бракосочетание. Учитывая, что я по описанию был с женой потерявки и с нею хулиганил в школе. Ну то есть мне пришлось теперь доказывать, когда я с женой-то, как я мог в потерявку приезжать. Дальше. Коммунисты путем бесчисленных фальсификаций погубили более 66 миллионов людей. Подумаешь, какой это богомол, да мы на него найдем управу и через 37 лет. Такова суть размышлений Морозова-Матросова, который и на суде жаловался на бесчисленные свои болезни вкупе со склерозом. Да где ему помнить эту историю, когда только в своем заявлении в суд он-то и разом, наверное, напечатал имена и названия из многих газет и меня нарек Тимофеевичем. Теперь уже из этой исторической дали Морозов, быть может, что-то мог бы переосмыслить. За что же они меня травили 40 лет, когда я им не давал никакого повода? Он нашел, что в те времена была статья УК РСФСР 142 о религиозных культах, о нарушениях верующим вместо моления. Вот теперь он и решил меня вогнать в эту статью, чтобы не столь зверски выглядел их хваленый ленинский принцип свободы совести, без совести. Ничего лучше и не смог Морозов-Матросов придумать, как затарить меня в школьный класс, и чтобы я там что-то несусветное сделал. И вот он бы меня якобы милостиво выпустил на волю. Однако теперь запятнал в своем шедевре. Матрон Морозов, а там герой тот Матросов. Но Морозов привел в суд очень больную жену Зою Ивановну, тоже историка. Она утверждает, что была такая встреча. Со слов своего мужа говорит, что обсуждение у них в райкоме было тогда такое. Потом привел он и сына директора Потеряевской школы Ульяны Ивановной, 1925 года рождения. И уже умершей ныне доктор исторических наук Александр Романович Ивонин припомнил, что мать что-то говорила насчет посещения школы кем-то. И она еще сомневалась, правильно ли она сделала, что не разрешила сказать ученикам. А тут уж, в кавычках под Кузьмила, Надежда Васильевна, моя жена. Она была в 1967 году у моих родителей. И мама моя, Мария Егоровна, попросила ее сходить в школу, узнать, как учатся меньшие мои сестренки, Танюша и Марфута. Надя пробыла на уроке, и ничего там больше не было. И она же была в школе корченого сестры Вали. Вот это они запротоколировали. Простое пребывание жены. Так перепугало их, что они сварили вот такую историю с торожением, в кавычках, класс. Мы вдоем были, я в учительницу отталкивал, шел по рядам, раздавал Библию дальше. Никто на землю вновь не возвратится, чтоб снова жить в бессмертии купаясь. Уж если с плотью хижиной простился, до страшного суда лежать, не слушать баек. С землей сравнялись братские могилы. Но души тех, кто бился и страдал, там, на том свете, не вырубить мобильник, не сообщить, куда навек попал. Окончились идеи, разногласия, попытки завладеть и в рабство починить. Дела земные обожгут, украсят, там нет начальствующих, кончились щены. Иное измерение и видение, земля, молекула и пакостный микроб, где неизвестно за пределом зрения, хранит на судный день мой гроб. Так для чего же за идеей бьемся? Прах называли родиной, отчизной, а о душе не пропеклись мы вовсе. Теперь бесплодное раскаяние близко. Не дай нам Бог, не приведи Господь, при жизни этой не родиться свыше, провозглашая госпожою плоть, души же бедной стоны не расслышать. Короткий миг, миллимикрон секунды, и даже меньше, и короче жизнь. Забыл гиену, ад и ужас судный, а бились за фашизм, за коммунизм. Допустим, встретятся в аду или в гиене, в одном котле с Адольфом Ленин, Сталин. На обольщение там неприменим твой гений, о чем бы говорить, пигмей стали. Представить царство Божие и рай, их разница пока непредставима. И там апостол Павел, сумел он нас собрать, в той книге жизни, и мое есть имя. Дальше. Оформить суд. Автор Морозов. Дальше. Ну тебе хоть маленько, это интересно или нет? Сколько нового ты-то узнал? Вы это еще рассказывали, может, позапрошлом году мне эту историю? Да нет, ты не рассказывал, не слышал никогда. Где ты слышал? Рассказывали, рассказывали. Ну как ты мог слышать это? Ну рассказывали, говоришь, рассказывали. Ну ладно, ладно, рассказывали. Так, теперь надо что мне, вот сюда завести. И ты знаешь, что тот человек в военкомате сидел и потом мне встретился на мосту, и ты это помнил? А это нет. Ну так я противоговорю, что ты гордебащишь-то-то. Я знаю, что ты не знаешь, я по глазам вижу. Это нельзя запомнить. Как интересно Бог устроил. Я встретиться должен был, идти на мосту, он мне на встречу идет, и узнал меня, закричал и подошел. И он ко мне расположен-то, а не к ним. Притом у меня в жизни не один раз так было. Ну и в стороне-то ничего нет, потому что совесть подсказывает. Дальше. Дальше. Вопрос 2740. 12-й том, открытый МОК. Можно ли учиться на ваших судах? Огрызались ли те, на кого вы подавали за поношение веры христианской? Ответ. У меня уже выиграны 4 суда. И плюс по уголовной, по указу получил за похищенное. Это пятый. И ни одного проигранного процесса. Судиться следует тогда, когда трогают нашу веру. А лично за себя можно и претерпеть. Перетерпеть. Здоровый мужик с телевидения начал блажить, придуряться, что наши звонки, которых было не больше двух, сделали его инвалидом. А курил через каждые 10 минут. Я его пристыдил, что у нас такая симпатичная молодая женщина-судья центрального района Сухарева. А он перед ней такой спектакль ставит в его пользу. Ничего, конечно, не вырешили. Он пришел потеряевку, как режиссер. И написал, и поставил, и по радио прокрутили там. А чего прокрутили-то? Мы сидим разговариваем, они слова монтируют вначале. Не мои слова-то. В том смысле. А с работы уволили, что и следовало ожидать. Его уволили уже. Вот как он конючил бессовестно в суде. И прямо в зале судебно матерился. Кавычки открыты. После выхода в эфир телепередачи «Потеряевка. Легенды и реальность». Название. Автором которой я являюсь. Мне практически ежедневно звонили члены православной общины, который руководит Лапкин Игнатий Тихонович с требованиями о предоставлении последнему эфирного времени. Это Виктор Андреевич позвонил, говорит, Игнатию-то представьте время. Вы запустили все это дело. А он писал, говорил он, это все в деле записано секретарем. А я теперь, когда закончился суд, попросил дать книгу, я все оттуда выписал. Более того, в них начали звучать угрозы. Это он говорит. Лавриненко. Дескать, меня обязательно за эту передачу постигнет божья кара. Угроза какая. Кроме того, ко мне на работу приходил по просьбе Лапкина член общины Яковлев Виктор Андреевич. Как он узнал, что по моей просьбе никому неизвестно? А я даже знать не знал. Наша беседа продолжалась около трех часов. Да врет, конечно. Конечно, смысл ее. Я, Сергей. Николаевич. Лавриненко, великий грешник, сын дьявола. У меня обязательно постигнет бухара божья. Это Виктор Андреевич ему сказал. После этих звонков я почувствовал ухудшение состояния здоровья. Но к врачам не обращался, так как до работы на телевидении я более 20 лет служил в военно-воздушных силах России. Ого. Уволен по сокращению штатов. И имел диагноз здоров, годен к летной работе, на всех типах реактивных самолетов без ограничения. Эти звонки довели меня до стресса. Я принимал успокаивающие средства. Но они не мне не помогали. Я был доведен до такого состояния, что не мог нормально выполнять свои должностные обязанности. После этих звонков, без сонных ночей, постоянных моральных переживаний за свое здоровье и за свою жизнь, за здоровье и жизнь членов моей семьи, состояние моего здоровья резко начало ухудшаться. 29.02.02. Мне на рабочем месте стало очень плохо. Я начал терять сознание. Стенокардия, второй степени гипертонии, третьей степени. После выписки мне потребовалось пройти курс реабилитации в санатории Барнаульский. Но средств на путевку у меня нет. Один-два раза в месяц на ГТРК вызывалась бригада скорой. Ухудшение у меня повторяется периодически. До того, как работа свела меня Слабкиным и Гнатем Тихоновичем, я был здоровым человеком. И никому из врачей, кроме стоматологов, за помощью не обращался. А приехал в Потеряевку. А зачем ты ехал-то, врал-то? С кем связался? С таким комплектом заболеваний я вправе оформить третью группу инвалидности. Но не оформляю, потому что дорожу своей профессией и не хочу попасть под сокращение. Прошу суд взыскать Слабки на 500 тысяч рублей. Сейчас у меня три кардиологических заболевания, которые необходимо лечить. И на это требуются большие материальные затраты. Он с меня это возьмет и будет лечиться. Восьмой ночь, четвертая Лавриненко. И вот интересно, ну неужели он думал, что ему деньги какие-то возьмут? А с меня что и возьмешь-то? Откуда известно-то? А я ничего и не знаю его, не звонил. Дальше. А вот прелюдия к еще одному встречному иску. Кавычки открыты. Деревенская община поселка Потеряевка. Заявление. Мы, члены Свято-Анфимовской общины поселка Потеряевка, ознакомились со статьей «Жизнь Потеряевки без зеленых прикрас». Номер 27. За 27-е, 5-е. Ну понятно. Московский комсомолец на Алтае. Общее собрание членов церковной деревенской общины поселка Потеряевка возмущены дикой клеветой поношением на нас всех и в первую очередь Лапкина Игнатия Тихоновича, почетного члена деревенской общины. Главными виновниками появления хамской статьи является дружинин Дмитрий Геннадьевич, давший интервью. Федяев Дмитрий Александрович, выполнивший бессовестный заказ в «Грязной газете» и сама газета МК на Алтае. Питающийся надуманными скандалами. И художник Урдюмов, автор демонических... Гнусного рисунка. Гнусного рисунка. Для нас, верующих в людей, ложь, смертный грех, твердое обещание никогда не лгать является первым условием, качеством поселенцев в общине. Поэтому все сказано, нами есть совершенная истина. Первое. Мы свидетельствуем, что мы все до единого жителей поселка Потеряевка сами добровольно и охотно пожелали жить здесь. И не раскаиваемся в том, что здесь живем. То есть они в статье указали, что их я заманул, а теперь там обобрал, бросил. Ну, такую пакость. Никто нам мягко не стелил. Мы знали о трудностях первопроходцев и не ропщим, а радуемся. Потеряевку никого не вовлекает напротив. Из 1500 заявок на поселения из разных республик и регионов дали разрешение только двоим. Потеряевки селятся только семейные, и никаких общежитий в одиноких не было и нет. То есть она это говорит, общежития там... Жениться Игнатий Тихонович никому никогда не запрещал. Каждый сам по себе по любви избирает спутницу. А у меня что, я запрещаю жениться там? Я понял, понял. С учетом крестовозвиженской общины в городе Барнауле отец Аким, священник, за 10 лет повенчал 13 молодых пар и 9 уже живших в браке. Обратное всему утверждение в статье «Бессовестная ложь». Второй пункт. Детей у нас много, аборты запрещены. Дети учатся в общеобразовательных школах поселка Потеряевка и села Коршино, как и все дети в стране. В воспитании наших детей и в нашу семейную, частную, общественную, политическую и религиозную жизнь Игнатий Тихонович не вмешивается никогда. Да и живет он там в городе Барнауле. В деревне бывает только летом и все время находится в детском лагере Стане как его основатель и начальник. Ввиду своей занятости и нашей тепло-хладности он нам не пишет и писем, только проводит воскресные проповеди по насущным вопросам веры и жизни. Утверждение Дружинина и Федяева о тотальном вмешательстве Лапкина в нашу жизнь есть бесовская ложь. Отец Дмитрия даже не названы по имени в статье. По Библии это отребья земли, люди без имени, Иов 38, или безымянные демоны по житиям святых. Хитростью сумел прописаться в Потерявке, но побывал здесь только наездом в свой огород. Дом так и не построил. Сына взяли у государства подъемные деньги на организацию фермерского хозяйства и ничего, конечно же, не организовали. Государству деньги не вернули. Смотрите постановление Совета Министерства Воровства. Дальше. Положи. Положи пятно воровства на христианскую деревню. Отец Дмитрия, Геннадий Петрович Дружинин, пенсионер, милиционер, подполковник. Ходил по деревне пьяный, приставал, угрожал, сексотничал, строчил жалобы на нас. И мы вынуждены были принять решение не сообщаться с ним. В огороде у него был свой колодчик и лагерный колодец, который всем приезжим с указанием на столбе и стрелкой 125 метров. Что милиционер ездил за его заводкой за 12 километров выдумка. Это выдумка, что он ездил за водой? За водой. А, за водой. Да, конечно. Если ездил, то только за спиртным, за водкой, который спаивал нанимаемых им алкашей. Ему ни Игнатия, ни мы не угрожали, а он нам угрожал посадить, размазать, сделать зло. Встаем мы все в деревне в разное время и никто, ни Игнатий Тихонович, нас не будет. Это сатья было. Едим все, что душа желает. Мы свободны. А два Дмитрия, дружинин Федяев, оклеветали нас сломавшимися, затюканными и живущими под гнетом и унижением деспота и самодура. Неужели за такое унижение Лапкина и Игнатия Тихоновича лжецы недостойны порисания и наказания? В деревне нет ни одного бункера. В бункере я их прячу, там людей наказываю. Ага. Никому к нам не запрещено приехать. Кто с добром и... Кто с добром и любовью. Из жителей, уже построившихся, обзаведшихся хозяйством, еще никто не сбежал. У дружининых фермеров была лишь шавочка до воробьей мыши. Два лодыря. Что построят? Сектант Илья Бутырин приезжал на один день. Его накормили, напоили и с миром проводили. Еретик-пятидесятник осудил нас за чрезмерный труд на уборке хлеба. Да, чрезмерный труд во время уборки. Много работает. Вина какая? Для руководства нам, православным христианам Потеряевки, даны Библия, каноны церкви, устав церковной деревенской общин, принятые на общем собрании. Если бы кто что-то против навязывал нам, мы не примем, ни по чьей диктат не склонимся. И особо согрешил художник Урдюмов, изобразивший нечистую силу. Она и явится к нему. С натуры рисовал. Подписи Лапкина и Ким Портиерей, Судараста Барабаш Плотников, Шадрина. Он подал встречный иск к дружине Дмитрия. К дружине Дмитрия подал встречный иск, кавычки открыты. Обо мне распространены сведения, что я лодырь, вор, клеветник, еретик, фермер в кавычках, кто дал право обвинять меня в целой совокупности уголовно наказуемых деяний, признать виновным в совершении которых в Российской Федерации может только суд. Ну суд-то и будет проверять это, а что сказали, так и есть. Так же глубоко ранит меня обвинение в ереси. Я глубоко верующий христианин, член церкви «Новая жизнь». Новая жизнь. Лучше он еретик. Он не еретик. От его слов веет древними временами, когда существовала одна лишь господствующая религия. А всех макомыслящих еретиков сжигали на кострах. Примерно то же самое происходит и сегодня в поселке Потеряевке, но пока без человеческих жертв. отец приходил, а он никакой. И батюшка ему запретил причащаться. Так отец его, милиционер, что придумал? Поехал в сельсовет, кулеба там есть. И он этому кулебе и говорит, Василий Федорович, сын это мое, вот там, они не причащают. Как? Он говорит, я как могу вмешаться? А он тогда и говорит, ну вот вы его, а он в депрессии, а вот он пойдет да повесится, а это 108 статья доведения до самоубийства, да не один повесится, ему под статью надо было подогнать. Отец-то? Так, инакомыслящих просто изгоняет. Это он, изгоняет. Ну разве сопоставимо это со стандартами современного демократического общества? Это он пишет, сын его. Еще раз необходимо подчеркнуть, что все эти сведения содержатся в официальном документе, исковом заявлении, адресованном в суд. Копии данного искового заявления направлены еще к троим ответчикам. Судебное заседание по данному делу является гласным и открытым, то есть помимо лиц, участвующих в деле и уважаемого состава суда, данное сведение соглашается еще неопределенному возможно обширному кругу лиц. Следовательно, фактор распространения данных сведений очевиден. А у меня был человек, который представитель мой, а он, ну как адвокат, а он взял племянницу свою и она вышла и на него, Константин Владимирович, это вы, у вас уже волосы седые, а вы, а сказать-то ничего не можете. Катя, ты хорошая девушка, он говорит, и особенно, говорит, у тебя задница шикарная. Она девка, и она не знает, то ли он и обругал, то ли не обругал. Следовательно, фактор распространения данных сведений очевиден. То есть он сам сказал и сделал вывод. Прошу возместить причины на мне моральный вред в сумме трех тысяч рублей, обязать ответчика принести мне публичное извинение перед составом суда лицами, участвующими в деле и иными лицами, которым порочащие сведения стали известны. 22 октября 2001 года Дружинин, Дмитрий, решение суда в иске Дружинину Дмитрия отказать. Отказать. Ничего этого не было. Суд даже во внимание не взял, но встречный всегда делает, когда на кого-то, они там встречный. Вот у нас вора задержали, и он встречный, мне машину там то другое попортили, то другое, он вор, его поймали, и он еще встречный иск. Ну и дальше. Притча 19.28. Лукавый свидетель издевается над судом и уста беззаконных глотает неправду. Притча 19.5. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь не спасется. Притча 19.9. Лжесвидетель не останется ненаказанным. Что-то непонятно, 9 или 5 стих это? А, погибнет. А, погибнет. Погибнет, погибнет. Ты плохо писание знаешь. И что интересно, он не знает, где работать, еще не работает, лодер-то. А в милиции отец его хотел устроить, и он говорит, ну, можно ли мне идти? а чем ты будешь заниматься? Ну, бумажки там писать. Ну, бумажки-то и пиши. Ну, милицию куда-то... А теперь приехал, вот такой раздутый весь, один и увидел, вот что-то как резиновая баба, которую продают в магазине. Что с тобой сделалось-то? А он, ну, ничего не делает, едва движется. Дальше. О выгоде и пользе не всегда приходится судить и торговаться. Сглотнешь иной убыток без стыда, и даже с радостью от прибывшего счастья. А все лишь потому, что есть прицел на что-то высшее, дальнейшее, чем пузо. Таких, как покажу, немало дел. Но вовсе нет их там, где окоем наш узок. Цветы не на продажу. Для чего? Какая выгода их не солить, не в чашку. Склоняемся на них весной ничком, до старости не уставая ахать. Почему ничком-то? Понял? Нюхаем. Да. Ложимся. Дальше. Кто держит голубей с большой тратой не на продажу, просто для души. Какая выгода Соседу за оградой Пришлось воскликнуть Как же хороши Нет выгоды Сагбенным Аксакалам Сажать плодовые деревья Каждый год Плодов им не дождаться Жить осталось мало Вкушать их аромат Другой уже придет Но думай, Будущее обогреет Обогрет В честь Думай, Будущее обогрет Сейчас на О том хлопочет Пчелы на углу И мемуары пишут Не напрасно Корпят над листиком Сгибаяся в углу В дугу Что пользы В памяти Народа Алкаша От пыльных полок Где мышам Раздолье Историки Подобные мышам Не принесут Мне пользы Ни на сколько Но вечность Есть Сурово Возвестили Пророки И апостолы В писании Стихами Главами Они нам Путь Мостили Достиж Сумели Нас Своими Голосами Большая выгода Не скажешь Пользы Нет Во имя Иисуса Пламенно Трудиться Помочь Глаза Поднять Узрет Фаворский Свет Иным Прибытком Озарять Литься Вот так Суд Иски Дальше И снова Находим Новое Вот сколько дел По судам А не было Судов И не было Этого материала Ничему бы не удивлялся И суды пошли на пользу А он что-то написал Да конечно нет Что он там напишет Это писатель в суд А для себя-то он знает Что все это было А мы об этом пишем Говорим Не боимся Потому что это правда Вопрос 2749 12-й том Открытым оком Были ли какие-то Экспертизы По суду Со вступниками Из вашей общины Ответ Экспертами Дело всегда терпит затруднения Потому что нужно платить Экспертам большие деньги Я обратился К знакомому знатоку Лингвистики И он написал отзыв Кавычка открыт Анализ Части обращения Ответчиков К членам Крестово-Зижинской Общины города Барнаула Касающиеся Заявляет следующее Кавычка открыт В настоящее время В общине Православное Учение Поднимается Через призму Толкования Лапки Кагнатия Тихоновича Часто Неподтвержденным Иногда Противоречивым Святоотеческим Учением Община Все более Превращается В секту Подлечильное Православие С абсолютным Авторитетом Лидера И с абсолютным Подавлением Любого Были люди Нашей общины И теперь Те они Не участвовали В суде Под копирку Все одинаково Пишут И друг друга Они не уважают Тот ушел всех Тот пошел к старообрядцам А раз одинаково Говорят Значит Есть кто-то Кто одинаково Учит их Они друг у друга Ничего не брали Интересно До дверей идут Они одинаково А из двери Сатана вот так Разбрасывает Один пошел Какой-то Прохановский Другой там Свидетель Иеговы То есть Они никому не нужны И что дальше? Если рассматривать Данную выдержку В контексте Всего обращения То напрашивается Вывод о том Что авторы Не столько Разоблачают Лапкина А.Тихоновича Сколько обвиняют В юридичности Московской патриархии Они ставят вину Лапкину Его признание Патриархии Истинной церковью Смотрите Пункт 1.2.3 Как будто она Не является Такой в России То есть Вместо того Чтобы добиваться Единения И российских И зарубежных христиан Авторы Становятся на путь Раскола Стараются вовлечь В эту смуту И члена Крестовоздвиженской Общины Соответственен И метод их действий Тайны Испоттишка Вместо того Чтобы вступить В открытый Братский диалог С тем же Лапкиным Игнатием Тихоновичем Присутствием Членов общины Автор Распространяет Своё обращение Тайно Сознательно Сея семена Раздора Это разбор Их заявления Обращает на себя Внимание и фраза Что в общении Православное учение Принимается Через призму Понимается Понимается Через призму Толкования Лапкина Игнатия Тихоновича Которую Авторы Определяют Как неподтвержденное Противоречащее Святоатическому Учению Во-первых Во-первых Вынося Данный приговор Они берут На себя Функцию Вышестоящих Церковных органов Задача которых Отслеживать И давать Оценку тому Что происходит В церковной Деятельности И священников И миссионеров И так далее Если бы Лапкин Игнать Тихонович Действительно Впал в еретичество Не появился бы Документ 1901 года Подписанным Митрополитом Италием Или первой Иерархом Русской Православной Зарубежной Церкви Закрепляющей Письма На благословение На всестороннюю Миссионерскую Деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина Это первое Дальше Не появился бы Второй документ От октября Декабря 2004 года Управляющего Ишимской Сибирской Епархии Епископа Ефтихия Свидетельствующий О том Что Лапкин Тихонович Действительно Является Старостой Крестово-Зижинского Прихода Города Барнаула Данные документы Доказывают Что никакой Ерести в деяниях Лапкина нет И никакой Призмы Толкования Как заявляют Авторы обращения Природе Не существует Тем более Не существует Превращение Общины В секту Подличины Православия Если говорить Об абсолютном Авторитете Лидера То есть Лапкина Тихоновича В общине То этот факт Положительный Так как Мало кто Из лидеров Зарабатывал Себе Такой авторитет И тут же Авторы Заявляют Что в общине Староста Абсолютно Подавляет Любое Инакомыслие То есть Одно Утверждение Об авторитете Абсолютно Противоречит Другому Абсолютно В кавычках Противоречит Другому О подавлении Так О подавлении Обратимся К слову Русского Понятию Авторитет Первое Общепризнанное Значение Влияние Второе Лицо Пользующееся Влиянием Признанием Смысл Слово Подавление Заключается В подавлении И подчинении Себе Тогда как Быть со значением Первого понятия Заключающим В себе Факт Общепризнанного Понятия Влияние Влияние Вот оно И в то же время Подавление Это совершенно Несовместимо Как трудно Считать Теперь Рассмотрим В контексте Отрывка Потребление Слова Инакомыслие Если Правильность Действия Натихнаши Лапкина Подтверждены Двумя Вышеприведенными Документами Подписанными Митрополитом И епископом Церкви И общим Признанием Членов общины То очевидно Что авторы Говоря об Инакомыслии Имеют ввиду Только себя И никого Более А какой Вывод то Делается Отсюда И далее Если староста Проповедует Мысли Не противоречащие Учению Церкви А авторы Обращения Инакомыслят То Напрашивается Вывод Что не Лапкин Еретик А еретикам Являются Истцы И Ижа С ними С какой Целью Написано И распространено Обращение Защищают Ли авторы Чистоту Веры Или преследуют Свои Эгостические Цели Если Это Защита То Почему Они Действуют Тайно За спиной Старосты Подрывая Его авторитет Обвиняя В ереси Вербует Сторонников В тайных беседах Не учитывая Мнения Вышестоящих Отцов Церкви Не вступая В открытую Полемику С Лапкиным Проповедником Ответ На эти Многочисленные Вопросы Один Авторы Пользуются Недозволен Авторы Используя Недозволенные Приемы Сами ушли От веры И скорее всего Пытаются таким Путем усилить Свои влияние На членов Общины И выдвинуться На первые роли Конечно В сложившейся Ситуации Каяться ему По сути дела Не в чем Ибо он создал Общину Он сплотил Людей вокруг себя Он дал людям Великую цель В этой беспросветной Полукоммунистической Стране И сколько он берет Создал общину А вы не высчаствовали Сплотил людей И вы пришли То тоже через меня Тут нашли жен Для себя Он дал людям Великую цель В этой беспросветной Полукоммунистической Стране Но люди Есть люди И даже среди апостолов Нашелся Тринадцатый Что же говорить О простых смертных Для общины Потеря братьев И сестер Во Христе Тяжелый удар Но старосты Движут не обида Нежелание мести Движут им Желание того Чтобы отшедшие Поняли свою ошибку И вернулись В лоно церкви Совершив Обряд покаяния Именно поэтому Он предлагает Авторам обращения Даже текст Этого покаяния Чтобы облегчить Им путь назад И это По христиански Благородно За 9.04. 2005 Член Корреспондент Академии безопасности Правопорядка Местного самоправления Фамилия внесена В 2004 году В энциклопедию Российской Федерации Лучшие люди России Директор школы Номер 68 В.Я. Торшин Тебе неинтересный Человек Депутат Государственного Законодательного Собрания Поэт Он многое Не написал о себе Так Премудрая Соломона 6.3 От Господа Дана вам держава И сила От Вышнего Который Исследует Ваши дела И испытает Намерение Притча 18-18 Первый В тяжбе Свои прав Но приходит Соперник его Исследовать его Златоуз говорит Судья должен быть Беспристрастен И сколько бы тот Ни наговорил Он должен Выслушать другого Считаем Пророки К современникам Взывали О волки лютые О изверги Из чаде Детеныши Ехидны С ядовитым жалом Смерть настигает вас Совместно с Адом Проклятие Всем вам Бог Неспосылает Неистощимый гнев За отступление От заповедей Божьих Полыхает пламя В утробах Ваших Злое Поколение Пророкам Рты Пытались Засмолить Их гнали Побивали Истребляли Они же В памяти И в тысячах Молитв За современников Гноивших Их по ямам Что изменилось С древности Седой Какая честь От власти И священства Тому Кто жертвует Имением И собой За обличение Готов терпеть Бесчесть Какая честь Достоинству Достоинству Тех Кто зверствует Придерзостно И хамски Чья жизнь Презренная Для дьявольских Потех Кто злобствует И молится Напрасно Неприкасаемым Себя 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 Волк Змея Обиженная Кольца Искрутилась Они Мирском Находят Пользу Толк Наверное Там Дэдабать Подземном Царстве Тленной Рептилий Какую бы главу Не приоткрыл Она глаголист Древних Колоколин За тысячелетия Не истрепало Крыл Гниение Щедро Присыпает Солью Я не хвалюсь Содружество Был взят Стихами Незабвенными Пророков Дал обещание Сдержу Не оглянусь Назад Ни с выгодой Ни даже Ненароком Не ненавистны Так же Как и им Измена Себя Любия И подлость Христу День-ночь Слагая Новый гимн Кровавым потом Дописать бы Повесть О чем здесь речь? Ничего Иск какой-то Очередной Там Экспертиза Какая-то Иск И экспертиза Давай Коротенькая Ты бы сказал Как многому Ты можешь Здесь научиться Это уже Пройдено Тем более Рядом Переспросить Это все же От тебя зависит Ты же школу Проходишь Дитятка Давай Вопрос 2793 13 Том Открытым оком Почему суд Не вынес В своем решении Когда вы судили С оклеветавшими вас Отступниками Что сведения Распространенные Ими Не соответствуют Действительности Уж не подкуплены Или были Судьи Ответ Ответ За кулисы Скрыто Ну и такое Было Издревле Второй законе 19 18 20 Судьи Должны Хорошо исследовать И если Свидетель Тот Свидетель Ложный Ложно Донес На брата Своего То сделайте Ему то Что он умышлял Сделать Брату Своему И так Истреби Зло Среди Себя И прочие Услышат И боятся И не станут Впредь Делать Такое Зло Среди Тебя Видишь Как надо Сурово Расправляться Себи Просто В законодательстве Появились Иные Прорехи И по ним Выходит Что это Личное мнение Клеветников И они Распространяли Только свои мнения А не факты Вот как Видишь как То есть они Это делали Утверждали Это у нас Ересь Превращается А на суде Теперь В их защите Это только Наше личное мнение Мы не распространяли Мы не утверждаем А тогда суд Не может и судить А мнения свои Они могут Распространять Сколько их Заблудшие Плененные Дьяволом Душе Заблагорассудится Я старался доказывать Что не было Факта подавления Инакомыслия Не абсолютного И никакого А судья И говорит Что раз Фактов Не было И я доказался Ее по документам И через множество Звидетелей То выходит Что ответчики Их и не могли Распространять Выходит Что я сам Против себя Допривел Доказательства Невинности Лжецов И клеветников То есть они Не могли Распространять Раз этого не было Видимо второзаконие Но они выдумывали Я говорю Выдумывали Но судья Что Второзаконие 32-31 Ибо заступник Их не таков Как наш Заступник Сами враги Наши судьи В том Судьи Мало боятся Бога Сегодняшние Вообще Не верующие В подавляющем Большинстве Бог их Упрекает И зовет Покаяние За многоженство Их преступлений Против Справедливости Множество Их преступлений Против справедливости Примудрость Соломона Теми же путями Что и они Мы должны В любой ситуации Оставаться Настоящими Последователями И свидетелями Еговы У меня был Верующий Представитель Адвокат Профессионал Я и потом Ему и говорю А мог бы Ты быть Судьей Он разъяснил Мне Что теоретически После определенных Экзаменов Как имеющий Диплом Да при том Красный Он мог бы Быть Назначен Судьей Далее Далее Я Тебе Бы дали Вести Вот это Самое Мое Дело Ты как бы Вырешил Его Ему Может быть Было Где оно И не совсем Удобно Суна пикироваться По такой Теме Но я Все Подводил К тому Что поступил Были он По совести Ибо делал То Наше Было Заварено Лживым Судьей Лживыми Ответчиками Ирис Засомневался С ответом А я Точно Ответил Ему Что если бы Я Не профессионал Был у него У него Теперь я бы был Защитником Представителем Как он у меня У него Не защитником Представителем Как он у меня А его Судьей То процесс Был бы полностью Им выигран Потому что У меня на первом месте Совесть и Евангелие 2 Коринфянам 4.2 Но отвергнув Скрытные Постыдные дела Не прибегая к хитрости И не скажая Слово Божие А открывая истину Представляем себе Совести Всякого человека Перед Богом Конечно Я говорю Не будучи На их месте Но в моей жизни Не разу были Подобные ситуации Когда выбор Был в сторону Свободы Или тюрьмы Даже И Бог Ни разу Меня не посрамил Всегда Становился я На сторону Совести И Библии Серахов 7.6 Не домогайся Сделаться Судьей Чтобы не оказаться Тебе бессильным Сокрушить неправду Чтобы не бояться Когда-либо Лица сильного И не положить Тени на правоту Твою Я пришел К выводу Что судьей Может быть верующим Мусульманин Пусть кто угодно Но кто ожидает Возмездия За земные дела Не важно Кто там Баптист Католик Лишь бы верил Что есть Суд Божий Чем мы недовольны Более всего На что стучим Злости каблуками Бестормозные Кроют матюгом Признаться сможем В том Коль не лукавим А если мы с утра А если бы с утра Нам дали бланк Для описания всего Как мы хотели Не высветит ли Ближнего обман Задуманный еще В ночной постели По нашему По моему Как страшно Свой эгоизм По черным флагам Зреть Распахивая чужую Тайна пашню Не в нашем ли облище Входит смерть Своё подспудное Природное дичалом И заскорузлое С характером беспутным В какую топят Бросит Где совесть обличает Признаемся ли Что мы мертвее трупа Но если душу Дух святой осветит И доведет К подножию креста Признание выдаст Я хуже всех на свете Час воскресенья С Лазарем настал Теперь по моему А так ли по Христову Во свете Библии С открытым оком Жить Плотское взахается Жалостно застонет Пойдет Самоправдание щит Довольство С Иисусом В том Что есть Что допустил Случиться Ягова Я растоптать И в этом Видеть честь На горло Прихотям И наступить Готовы В войну И мир Здоровье и болезни Несчастье Поношение И осан Но откуда бы Не плыли И не лезли Принять Так сделают Послушая Писанию Собою Недоволен Несмиренным Молю о выдрежке Победной В поражении Хватило бы На всех Слюны и брения У исцеляющего Кто нас Собою женит Понятно О чем речь О чем здесь Мы сейчас читали Вот Есть ты бы Так Давай Подожди-ка Суд Будь вы Судьею Больше часа Иначе Час пять минут Уже Все Последнее Все Заканчиваем Многословение Что заканчиваем Закончили уже Это и говорить Не надо Думал Заканчиваем Давай